Доброго дня всем моим зрителям! Сегодня я бы хотела вместе с вами посмотреть, какие ткани привезла из отпуска. Они лежат вот в этой коробке, и я себе дала обещание, что пока не смонтирую некоторое количество видео, которое, по идее, должна была сделать еще в июле месяце, к этой коробке я не прикоснусь. Так, в общем, видео смонтированы, некоторые уже даже загружены на канал, и теперь можно с чистой совестью разобрать ткани. Давайте начнем смотреть по порядку, как они тут лежат. Первый, самый, наверное, неинтересный материал, это вот такая вот подкладочная ткань, которая уже простегана с тоненьким утеплителем. А здесь, наверное, утеплитель может быть 50 или 25 грамм на метр. Очень такой он тоненький, и еще за счет того, что все это дело простегано, причем простегано термоспособом. Здесь, видите, как бы пропечатано. То есть бывает стежка нитками, а бывает вот таким вот запеченным способом, и вот здесь как раз он. Ну, в принципе, я думаю, держаться такая стежка должна. Напишите в комментариях, если вы из такого материала сшили, как вам по впечатлениям. Ну, я надеюсь, что, в общем-то, вот эта вот термоклеевая строчка будет надежной. Покупала я этот кусочек в Тюмени. Зашла в магазин, который был там рядом с домом. Тканевый обычный магазин, такой ничего, в общем-то, особенного. Обычные материалы, это не какая-то не брендовая, не дорогая. 300 рублей стоил метр. Я подумала, что, в принципе, это не очень дешево, учитывая, что это сплошная синтетика. Как-то 300 рублей метр дороговато. Но плюс был в том, что ткань была уже здесь, то есть не нужно заказывать, вот как по интернету ждать, платить за доставку. И вот с учетом этого уже получалось предложение выгодным. А там было несколько оттенков, и я вообще хотела взять бежевый, потому что этот материал я покупала, когда хотела сшить тренч из искусственной кожи. В начале года я купила 5 метров искусственной кожи и хотела сшить тренч. А почему? Потому что тренч вроде бы как защищает от ветра, от дождя. А если его сделать вот на такой вот подкладке утепленной, то он еще будет таким тепленьким, и можно будет носить его до середины осени. Конечно, поздней осенью под вопросом, там уже зависит от того, какая будет погода. Ну вот, в принципе, при таком похолодании осеннем, я думаю, можно было бы надеть. Но, вы знаете, я передумала. Передумала почему? Потому что вот искусственная кожа, конечно, это очень такой специфичный материал. А я еще, видите, купила такой эластичный. И получается, что, ну, мне кажется, будет сложно делать на нем отстрочки, а на тренче их очень много. И учитывая сложность, в принципе, тренча, да, и плюс еще сложность эко-кожи, я думаю, что это будет нереально трудный проект. Осилить, конечно, можно, просто зачем? И я подумала, что все-таки, наверное, лучше сшить тренч из габардино, не усложнять себе задачу вот этой вот искусственной кожи, а эти пять метров пустить на какие-то мелкие изделия, типа брюк, юбок, там, может быть, сарафанов каких-то. Тем более, что у меня подружки стали интересоваться брюками из эко-кожи. Вот я себе сшила одни в прошлом году. В этом году я сшила для одной подружки, которую зовут Катя. Вторая наша подружка Оля посмотрела на все это дело и тоже заинтересовалась брюками. Так что, в принципе, вот этот отрез искусственной кожи просто так лежать не будет. У него еще, видите, очень такой красивый цвет. Бежевый, немножко такой серинкой, такой универсальный, нюдовый, много к чему подойдет. И я думаю, что он вот так вот разойдется. Ну и еще как вариант, вот из этой кожи, да, я думала, что можно было бы попробовать какой-нибудь, ну тоже типа курточки, пуховичка, что-то такое простого уже фасона, то есть типа душегречки, такого как бушлатика, без отстрочек или с минимальным количеством деталей, с минимальными отстрочками, чтобы это было, ну вот что-то такое простенькое. Вот, так что, думаю, пристрою я свои пять метров на вот такие вот маленькие проектики. В принципе, искусственная кожа не очень дорогая, я поэтому и взяла, вот знаете, пять метров. Хотела шить такой большой тренч с пышной юбкой, с множеством деталей, но вот отрез пятиметровый довольно тяжелый. И я еще тоже так подумала, что вот если мой тренч будет вот так весить, это тоже не очень-то приятно. Тут, я не знаю, ну килограмма четыре, наверное, точно есть. Я не взвешивала, но довольно тяжеленько. Так что тренч будет, скорее всего, из габардино или с какой-то такой пальтовой ткани. В принципе, вот из этого я хотела шить утеплитель. А который будет подстегиваться к изнанке тренча и как бы его можно было снимать. Если, например, на улице тепло, то мы отстегиваем этот слой. Если прохладно, то пристегиваем. Он, конечно, не слишком толстый, но, в принципе, подошел бы. А, к сожалению, в продаже не было уже молочного оттенка и пришлось брать белый. Но, опять же, видите, тут изнанка такая вот из синтепона. Ее по-любому нужно было бы закрывать какой-то подкладочной. Я бы взяла какую-нибудь бежевую. И вот этой белой частью я бы к изделию бы располагала. То есть, чтобы к телу была какая-то вот уже более практичная ткань. Хотя, в принципе, я думаю, постирать такой утеплитель будет легко. В общем, девчонки, пишите в отзывах, в комментариях, как вам утеплитель вот с такой термостежкой. Хорошие они или не очень, я взяла, вот просто увидела, мимо проходила и решила, что, ну, это, в общем-то, такая выгодная, полезная покупка. Опять же, видите, он такой тоненький. Вот. И можно как раз вот в плащи какие-то, в тренчи его ставить. То есть, он не займет много объема внутри вещи. А также это, в принципе, может быть и самостоятельная подкладка для изделия. То есть, не пристегивать, отстегивать, а просто вот вточать внутрь, соединить под бортами, там, с кокетками, с воротниками. И получится. Я тоже хотела взять 5 метров этого утеплителя, но, к сожалению, было только 3. И вот я их все 3 забрала. В отпуске я встречалась с Наргиз. Наргиз – это моя подружка, которая вяжет мне разные красивые вещи. И Наргиз при наших встречах всегда мне дарит подарки, журналы, ткани. И в этот раз она мне подарила вот такой вот материал. Очень сложный принт, очень сложный. Наргиз мне не дает легких задач. Она мне уже дарила ткани, тоже принты были очень интересные. Вот, кстати, по поводу принтованных тканей. В прошлом году, тоже приехав из отпуска, я вам рассказывала, что стало очень сложно находить какие-то вот красивые ткани. Однотонные – пожалуйста. Какой-то мелкий цветочек – пожалуйста. А вот что-то вот такое сложное, картины или какие-то акварельные цветы, или вот что-то уже такое замудренное, скажем, практически не продается в магазинах. И странно, потому что вроде бы те, кто шьют, люди творческие и, в принципе, хотели бы что-то необычное покупать. Я думаю, на принтованные ткани спрос всегда есть. Просто зависит уже от того, что там за принт. Например, вот я в этот раз ходила по тем же магазинам, в которых была в прошлом году, и заметила, что некоторые ткани, которые я купила год назад, уже все распроданы. А некоторые до сих пор висят. И, конечно же, остались висеть такие наименее интересные. То есть я так понимаю, что, в принципе, народ разбирает. Но почему-то вот продавцы, хозяева не привозят. Поэтому я всегда обращаю внимание на принты. Ну, что сейчас? Вот я говорю, легко купить мелкий цветочек, легко купить крупные цветы, в принципе. Ну, такие, знаете, тоже не всегда они красивые. Ну, анималистичный принт. Там леопард или зебра. Это тоже, в принципе, еще возможно встретить более-менее. Так он через раз попадается. Но как-то вот с большим разнообразием нет такого. Особенно сложно находить костюм на плательной ткани, на межсезонье с принтами. Это вообще, мне кажется, они вообще перестали существовать как вид. Остались только однотонные. В лучшем случае в полосочку или в клеточку. И то тоже вот не в каждом магазине. В общем, вот такая вот история. Красивая очень ткань от Наргиз. Давайте посмотрим поближе на материал. У него такой мягкий, мне кажется, отблеск. Легкий-легкий такой, сатиновый. То есть фактически она не блестит, но вот легкий такой отцвет есть. Ощущается как шелк. Нежно, воздушно, при этом не просвечивает. То есть, ну вот можно сшить, наверное, или какое-то легкое летнее платье, как сарафанчик, или блузку. Ну, здесь, видите, нужно придумывать фасон, потому что вот этот узор, он расположен вдоль кромки. Причем долевая нить проходит вот таким образом. Но ткань не тянется, поэтому, в принципе, наверное, особо роли не играет, где долевая, где уточная. Конечно же, мы располагать будем наши выкройки вот таким образом, чтобы вошли птички. Тут их, кстати, две. Так вот они вместе. В общем, такой большой, большой узор. Сложно его показать, надо издалека, прям совсем далеко отходить. Тут вот еще, смотрите, такой укроп есть. Это же интересно, ли это деревья какие-то. В общем, ткань, видите, легкая, постоянно скользит, улетает. Вот внизу тоже есть птички, тоже птички ярко-красные маки. В общем, очень-очень сложный принт. Ну, будем что-нибудь придумывать. Будем что-то придумывать. Может быть, это будет блузка. Может быть, это будет какое-то легкое платье. Ну, видите, обычно платья, если из таких тканей шьют, это просто прямые такие платья. Там, без рукавов или с какими-то небольшими рукавчиками, потому что хочется всегда показать вот эту вот красоту, да. Тут у нас как раз вот ширины купончика, да, хватает, вот, чтобы выкроить полочку или спинку. Даже 65-67. В общем, да, можно спокойно пройти платьем. Будем думать, будем фантазировать. В принципе, у Бурды всегда есть самые даже простые прямые выкройки платьев, можно будет сшить. И, кстати, видите, тут получается еще точно такой же узор с другой стороны. То есть по центру у нас вот такая голубая полоса светлая, и вправо и влево повторяется узор, принт. В общем, Наргиз, спасибо тебе огромное за такую сложную красивую ткань. Однозначно получится какая-то яркая, интересная вещь. Теперь уже давайте смотреть на ткани, которые я купила сама. А вообще не так много я сейчас покупаю ткани, и в этот раз тоже, в общем-то, вот из отпуска я привезла прям по минимуму. И когда я пошла по магазинам, поставила себе задачу, что буду смотреть ткани на осень. Потому что уже не раз вот эта история, что летом едешь в отпуск, ходишь по магазинам, смотришь там летние ткани, покупаешь летние ткани. Естественно, сейчас из этих летних ты не шьешь, они остаются как бы до следующего сезона. А там уже вдохновение вот именно на эти материалы проходит. Хочется чего-то другого, и короче так в итоге эти ткани остаются лежать. Понятно, что потом со временем они используются, что-то сошьется. Но вот все-таки этот временной промежуток, он такой длинный оказывается, что я решила все-таки попробовать вот повыбирать какие-то ткани именно на осень, чтобы, возможно, подобрать к ним выкройки и сшить уже вот прямо сейчас. Хотя тоже, знаете, как пойдет. Потому что иногда бывает, несколько дней подряд ищешь какой-то фасон вот под конкретную ткань, ничего не находится. Как только ситуацию отпускаешь, как-то появляется совсем другой фасон, другая идея, другая ткань. И вот оно само как-то происходит. Поэтому тут я считаю, что тоже нужно очень бережно относиться к вдохновению, не насиловать его и сшить из того, что вот хочется, что нравится. А не так, что, знаете, поставил задачу, вот шью из этой ткани. И вот хоть что-нибудь. Нет, лучше так не делать. Здесь на кромке вы можете видеть такие слова, как кашмир, шерсть, платинум, коллекшн. И даже есть вот обозначение качества ткани, супер 150С. Обычно такие вот подписные кромки бывают на брендовых тканях костюмных. И вот эта цифра обычно говорит о том, что если 100, то это из 1 кг шерсти получается 1 км непрерывной нити. А тут 150, то есть это еще более качественная ниточка, наверное, 1,5 км получается. Ну, в общем, вот эта цифра, чем выше, тем круче материал. Но, девчонки, это имитация брендовой ткани. То есть это абсолютно простой материал. Здесь даже нет, наверное, ни шерсти, ни кашемира в составе. Я буду удивлена, приятно, если в составе будет хотя бы вискоза. А так, в основном, скорее всего, здесь просто такой галимый полиэстер. Ну и вот такая кромка для красоты, для статуса. Ну, все-таки приятно купить ткань, которая вот так вот красиво выглядит. Хотя, конечно, эту кромку мы срезаем и никак особо не используем. Тем более, что тут слова такие забавные. Вот платье ном. Ну, вот такой вот у нас там магазин есть в Петропавловске. Там много похожих костюмных материалов. И я выбирала из двух. Вот этот, видите, такой темно-серый. Цвет, наверное, мокрого асфальта можно его назвать. Но сам по себе оттенок красивый. Он немножко такой как бы припыленный, такой белесоватый. Мне кажется, в нем есть немножко розового и есть немножко шоколадного подтона. То есть оттенок сложный, он играет. И вот, несмотря на то, что вроде бы такой темный, он интересный. Еще был вариант посветлее. Он прям такой, знаете, как алюминий, как вот металлический был. Очень яркий блеск. Здесь такой сатиновый, а там прям вот как отполированный металл. Блестяще-блестяще. Причем это достигалось за счет именно как-то крутки ниток. Или может какого-то покрытия этих ниток. Но не за счет люрекса. Я хотела взять тот материал, потому что он был поинтереснее, такой нарядный. И хотела сшить какое-то платье. Ну, на выход, не знаю, что-то необычное. Потом подумала, что, в общем-то, если я хочу сшить платье на осень, то оно должно сочетаться, ну, скажем так, с осенними пальто, с осенним пейзажем. И подумала, что вот все-таки вот этот вот темно-серый, он и благородный, и такой вот более практичный. Материал без эластана. Ничего в нем не добавлено. Ну, вот попробую потом кусочек поджечь. Посмотрю, что в составе. Ну, скорее всего, полиэстер. Ну, и буду надеяться, что хоть немножко вискозы. Материал тонкий. Вообще, он рассчитан на то, чтобы из него сшить, наверное, костюмы. Ну, такие тоненькие костюмчики. Ну, либо вот платье. Мне нравится, что он вот в складочке неплохо так ложится. Складки получаются аккуратные. И я брала здесь 4 метра для того, чтобы сшить длинное платье с пышной юбкой, с рукавами, возможно, еще с какими-то драпировками. То есть, вот чтобы было из чего сшить такое, ну, скажем, сложное по фасону, необычное и интересное платье. И как раз вот, чтобы по пластике, видите, можно было укладывать этот материал в разные сборочки. То есть, если хотите здесь заложить такие какие-то крупные складки, драпировки, материал ляжет красиво, видите, будет так в меру объемно, но не грубо. Если захочется сделать прям мелкую сборку какую-то вот такую, то тоже, в принципе, получится. Тоже будет хорошо. Мне вот нравится, что по сути ткань универсальная. И шея из нее хоть прямой фасон, хоть расклешенный, хоть костюм, хоть платье. Все будет более-менее смотреться. Ну, вот так вот. Четыре метра. Не знаю, зачем я взяла четыре. Может быть, наверное, надо было хотя бы три с половиной. Но я решила так гулять, так гулять. Может быть, сошью костюм, но это самый маловероятный вариант, потому что, ну, как бы костюмы не так удобно носить под пальто. То есть, они, конечно, хороши, если, например, где-то в офисе. Но вот если просто пальто сверху, то там, если внутри пиджак, мне не очень нравится. Поэтому, скорее всего, это будут платья. Ну, может быть, останется еще на какую-нибудь юбочку. Такой вот, такой вот простой, темно-серый, с небольшим отплеском материал. Стоил он, так, я вам сейчас скажу, где-то, наверное, 600-700 рублей за метр. Я не считаю, что это дешево. Довольно такие, ну, чуть выше среднего цены. Ну, в принципе, вот в качестве, знаете, такого сувенира из Казахстана, из отпуска привезла. Сразу в комплекте брала нитки и молнии, чтобы потом не бегать и не искать. Следующий отрез. В общем-то, все у меня ткани, знаете, из одного магазина. Пришла, как-то вроде бы понравилось, взяла вот такой вот материал. Это моя попытка купить какой-то интересный, необычный материал на осень. И возвращаясь к разговору про принтованные костюмные, про цветные. Вот вроде бы, знаете, там была целая стена. Вот надо было снимать, наверное, видео в магазине, но я всегда стесняюсь, потому что, мне кажется, сразу продавцы напрягаются. Что это, зачем это? Тут клиенты приходят, что-то снимают. Вот, поэтому я как бы не рискую. Стараюсь не огорчать продавцов. А так, там вот целая стена была завешана всякими костюмными тканями, но вот выбрать было особо не из чего. То есть каких-то вот именно подходящих для платьев, тем более для платьев на межсезонье, тканей было очень мало. И я сначала ухватила там такой темно-красный. Вот из этой же серии, то есть было несколько оттенков, темно-красный материал. Но, вы знаете, вообще он был не очень красивый, такой теплый, с коричневатым подтоном. Какой-то он вот мрачноватый даже был. И я не стала его брать и позвала на помощь своего мужа. Говорю, пойдем, помоги мне, подскажи, что бы можно было вот еще взять. Потому что вроде бы вот хочется какую-то цветную ткань, но вот из этого выбрать особо нечего. Значит, там было два вот материала. Собственно, вот этот и еще один такой лиловый, розово-сиреневый. И я сначала взялась за него. Как-то он мне был привычнее. А моему мужу больше понравился вот этот оттенок. Он сказал, что он лучше, он как-то поинтереснее. Ну и я решила, знаете, поэкспериментировать и взяла. Потому что сама бы я бы такой точно не выбрала. Мне кажется, он очень такой яркий. На камере он смотрится чуть-чуть посветлее. Мне кажется, в жизни он чуть больше, ну такой поприглушеннее, но все равно он яркий. И вообще вот такие материалы, мне кажется, этим летом часто я видела в виде костюмов как раз. Вот брючные костюмы, пиджак или как это, жакет, узкие брючки. И это все такое ярких оттенков. Зеленое, синее, розовое, желтое, оранжевое. Очень стильно, модно, современно. Но я опять же взяла на платье. Хочу платье. Эта ткань чуть-чуть потоньше, чем предыдущая. Но, вы знаете, незначительно. То есть она вот прям... Не хочется говорить, что она тонюсенькая. Но для даже костюмно-платильной группы, тонковато, я бы сказала, что это больше именно плательный материал. Что на костюм, только вот если какой-то летний, такой легкий, видите, даже вот в три слоя она все равно тонкая. Но, опять же, видите, она хорошо укладывается и в складки, и в крупные складки, и в мелкие тоже. Можно ее в какую-то сборку загнать будет. И в какую-то, например, драпировку ее можно будет тоже уложить. И это не будет смотреться грубо. Но теперь, вот знаете, осталось только выбрать какие-то выкройки в бурде. Которые сюда бы подошли. А может быть и не в бурде. Она так-то мягкая, пластичная, податливая. Даже я бы сказала, что для плательной ткани легкая. Ну вот. Только цвет меня немножко до сих пор смущает. Кстати, что удивительно, мы к нему подобрали и молнию, и нитки. То есть вот в магазине все это было. Хотя, мне кажется, цвет такой сложноватый. Не знаю, подойдет он мне или нет. Потому что я такая оливково-бежевая. Ну, посмотрим. Будем экспериментировать. Что называется, надо пробовать. Вообще, почему я беру по 4 метра? У меня есть любимый, скажем так, фасон платьев. Который я хочу размножить. Сейчас я вам покажу. Вот такое вот платье. Это одно из моих самых любимых и самых комфортных. Оно сшито из джерси. Джерси называлось антипилинг. И когда-то стоило всего 350 рублей за метр. Вот какие были приятные цены. Я когда думаю, надо было брать тогда больше. Рулонами надо было брать. Там такие были оттенки красивые. И джерси реально антипилинг. Антипилинг, то есть вот сколько я это платье ношу и стираю. А учитывая, что оно светлое, стираю я его чаще обычного, так скажем. Действительно антипилинг. До сих пор нигде ничего не скаталось. Ни где-то на рукавах, ни сзади. И у меня было 3,5 метра. Я сшила вот такое платье. То есть вот почему я беру 4 метра. Что примерно столько и надо. Здесь драпировка, здесь драпировка. Здесь юбка полусолнца. Еще и со сборкой. И потому что здесь такой плотный материал, тяжеленький. Эта юбка получается прям такой объемной. Такой пышной. И мне очень нравится, как она струится вниз. Хотя она вроде бы такая тяжеленькая. Но все равно получается струящейся. И вот я хочу похожих платьев еще. То есть в принципе мне по сути даже не столько нужна выкройка платья, сколько нужны лифы. Мне нужен верх. Какой-то интересный верх с какой-то драпировкой. Может быть с каким-то декором тут. Может быть планки это будут. Планки и драпировки. Ну вот что-то такое. А юбка у меня уже идея есть. То есть я возьму просто вот эту же выкройку, приложу к лифу и получится платье. Я заметила, что для меня вот такой фасон это базовый. То есть вот когда нужно одеться быстро. Или нужно пойти в какое-то место, где буду много двигаться. То есть что-то вот такое вот, куда наверное обычно надевают джинсы. Я выберу вот такое вот платье. Похожее у меня есть еще одно. И вы знаете на этом все. То есть вот буквально два платья, которые такие у меня базовые, ходовые. Вот такое вот. Это выкройка от Грассер. Здесь вот как раз на талии резиновые жилки. Мы с вами недавно в одном из видео про журнал Борда говорили про эти резиновые жилки. Я рассказывала, что мне они нравятся. Вот как раз после этого платья стали нравиться. И все. Здесь такой простой фасон. По сути вот эти жилки на талии, на грудные выточки. И вот такой вот простой, но опять же такой симпатичный рукавчик. Тоже такой зауженный к низу. Очень удобное платье. Я его очень люблю. Оно на подкладке. И вот тоже ношу постоянно, когда надо быстро, просто, но при этом женственно, красиво. И вот таких фасонов я хочу еще. Поэтому вот и взяла как бы два отреза, чтобы такое вот сшить. Еще мне, знаете, нравится в этих костюмных тканях, что они выглядят достаточно строго. Вот хочу снова вам вот эту ткань показать, что вроде бы вот она такая скучная, но мне нравится ее внешний лоск, что она смотрится как бы немножко так офисно и по-деловому. Потому что, опять же, есть у меня платье, вот с одной стороны хорошо, когда есть что показать, прям на примере. Я сшила вот это вот платье с драпировкой, такое оно строгое. Юбочка там карандаш узенькая, ну ткани было немного. И вы знаете, вот это платье вроде бы выглядит таким строгим, тоже офисным, с изюминкой, но материал похож на фланель. Он бархатистый. Он, конечно, приятный тактильно, приятный к телу. Но мне кажется, вот из-за этой бархатистости он смотрится каким-то, ну не то чтобы несерьезным, а недостаточно серьезным. Недостаточно статусным, что ли. А ткани вот с такой вот гладкой фактурой, мне кажется, смотрятся более солидно, что ли. В общем, поэтому вот тоже я взяла вот эти два отреза, чтобы получились такие интересные, серьезные осенние платья. Ну, посмотрим, что в итоге будет. Что получится, покажу вам, если что-то сошьется. Я уже вам рассказала, что поставила цель брать только на осень, но когда я увидела вот этот материал, эту ткань, пройти мимо не было никакой возможности. Я хотела взять ее 5 метров, но оказалось, что ее всего 3 метра, и это кусочек с витрины, мне его отдали. Тут есть такой небольшой дефект по низу, ну ладно, может быть, знаете, он тут не один. Может быть, в полотне еще где-то есть дефекты или какие-то помарки, надо будет проверять, просматривать, но я его забрала, потому что он и так уже был последний. И, конечно же, он мне был нужен, потому что здесь такой приятный сливочный фон, такой оттенок айвори. Он и не белый, и не молочный, а вот что-то такое между белым и молочным, ну такой цвет называется айвори. Мне он очень нравится, мне кажется, он вот как раз подходит мне по тону кожи, что такой теплый, и у меня оттенок кожи тоже теплый. И здесь очень приятный мелкий узор, такие розочки, но они не слишком яркие, а тоже такой приглушенно-розово-сиреневатый, наверное, какой-то розово-бежево-сиреневатый оттенок. И зеленый тоже приятный, что тоже в одной гамме, тоже такой приглушенный. В общем, вот такой вот отрез. Я взяла три метра, пока фасона какого-то точного у меня нет, но я уже много лет хочу сшить платье, которое будет состоять из множества клиньев, такие вот эти все рельефные швы, чтобы юбка была очень расклешенная, пышная, с красивыми фалдами. И, может быть, даже между этими клиньями я вставила бы еще какие-то валаны или еще какие-то клинья, то есть такое платье с акцентом на юбке. Юбка должна быть воздушная. Но эта ткань не совсем подходит, потому что вот хоть она вроде бы легкая такая, да, ну как легкая, да, летняя, такая тоненькая, даже вот как будто бы чуть-чуть просвечивающая, но она тяжеленькая. То есть я не скажу, что это прям легкий шифон. Нет, это такая вот просто летняя плательная ткань, она струится, но имеет вес. Поэтому то платье, которое я задумала, с такой объемной и тяжелой юбкой, если из этого материала сшить, то юбка, скорее всего, провиснет под весом, и не будет вот той легкости, которую я хочу. Скорее всего, фасон, который мне нравится, придется сшить либо из шифона, либо из какой-то ткани, похожей на шифон, ну вот по характеристикам. А из этого материала можно будет сшить, ну, какое-то другое. Может быть, тоже с пышной юбочкой, но все-таки, чтобы ткани на юбке было поменьше, чтобы все-таки полегче было. Опять же, на этой ткани можно красиво заложить различные складочки, драпировочки. Она обладает нужной упругостью, степенью упругости, чтобы вот хорошо лежать в каких-то вот таких сложных конструктивных элементах, давать небольшой объем, при этом не выглядеть какой-то грубой, толстой. Но опять же, все зависит от того, сколько сборки будет на одном сантиметре. Но, в принципе, какую-то сборку здесь сделать можно. В общем, получилась такая у меня покупка тканей тонких, но поддающихся драпировке, драпированию. Скорее всего, это тоже полиэстер. Там на ценниках не было никаких составов указано. Ну, я предполагаю, что это он. Вот, кстати, косячок тут по низу. Видите, как затяжки какие-то. Как будто бы вот за деревяшку какую-то зацепилась и вытянулись ниточки. Ну, ничего, в принципе. Если это единственный косяк, его легко можно обойти. Мне кажется, можно сшить платье с такими небольшими рюшечками, валанчиками, где-то по лифу, по вырезу, может быть, и впустить хочется что-то такое кокетливое. Или, знаете, как вот этим летом, да и в прошлом году тоже были модные платья, типа рубашки такие с рельефными швами, со сборкой под грудью. Или вот кулиски, когда вставлены, например, в области груди, на рукавах где-то. То есть вот эта вся фантазийная история с кулисками тоже здесь бы хорошо смотрелось. Такой стиль, потому что у ткани немножко, ну, такой прованс, кантри, да, что-то такое романтичное, нежное. И вот разные сборочки как раз подходят к такому принту, ну, и в целом к материалу. В общем, вот такая вот ткань, наверное, это самый красивый отрез из всех, которые я купила сама. Потому что те два, ну, мне кажется, такие костюмные, скучноватые. И финальный отрез, в общем-то, все, девчонки. Он у меня в пакетике, потому что это белый хлопок жаккардового переплетения. Он стоил, кстати, очень, как мне показалось, дешево. Где-то 400 рублей за метр. Я подумала, что это была бы хорошая покупка и купила. Потому что хочу попробовать сделать блузку, рубашку с машинной вышивкой. Я в Пинтерест видела очень много красивых, тоже таких немножко подвинтаженных блузок. И там вышивка, но вышивка не всегда машинная, иногда вышивка ручная. Если делать машинную, то нужно подбирать дизайн, чтобы он был не слишком жесткий, потому что ткань совсем тонюсенькая. То есть что-то вот, ну какие-то мелкие цветочки выбивать, или может быть решелье, или как-то вот. В общем, хочу попробовать поэкспериментировать. У меня есть отрез итальянской тоже рубашечной ткани, такого жаккардового переплетения. Но как-то там материал подороже, поэтому на нем экспериментировать не хочется. А тут увидела, мне в принципе плетение понравилось. Тоже видите, у него такой легкий сатиновый отблеск. Эластана нет. Совсем-совсем тонюсенькая ткань. Ну вот я подумала, что как раз на белую такую блузочку-рубашечку как раз подойдет с каким-нибудь, знаете, воротничком таким кругленьким. Может быть еще кружево добавить. И вот, собственно, порепетировать вышивку. Конечно, можно порепетировать вышивку просто на кусочки ткани и не шить целое изделие. Но мне хочется попробовать полностью вот эту концепцию воплотить. То есть насколько это будет активно жить в моем гардеробе. Буду ли я такую блузку носить. Потому что вроде бы на фотографиях мне нравится, но не все вещи, которые нравятся на фото, нравятся на других людях, потом в гардеробе активно носятся. То есть вроде бы шьешь, думаешь, что вот это то, что нужно. А оказывается, что не так уж часто. Потом куда-то даже, вроде бы, рука не тянется. То есть хотелось больше именно сшить, а не носить. Вот может быть с этой рубашкой блузкой будет точно такая же история. Ну, посмотрим. В принципе, ткань недорогая. Взяла я ее тут где-то метр восемьдесят. На случай, если захочется сделать длинный рукавчик. Надо будет, кстати, постирать все ткани, потому что дают усадку. Хлопок точно дает усадку. Те костюмные вряд ли, но на всякий случай надо. Потому что мало ли, знаете. На этом все, девчонки. Видео подошло к концу. Мне там Наргиз подарила еще несколько журналов. Вот. Несколько журналов разных. Тут Диана Моден. Сюзанна Моден. Бутик. Несколько патроносов. Но мы в этом видео уже, наверное, смотреть не будем. Если что, я потом, может быть, отдельно сниму. Или что-нибудь сошью. Так тогда покажу. В общем, вот такие вот у меня в этот раз были очень скромные покупки в отпуске. Ну, будем шить. Посмотрим, что из этого получится. На этом видео подошло к концу. Большое спасибо за внимание. Я была рада снимать для вас это видео. Пока-пока.